На территории Сергиевского района сумма налоговой задолженности по отношению к уровню прошлого года снизилась на 30% благодаря комплексу мер, применяемых налоговой инспекцией. Вся работа налоговых органов, как контролирующего органа в сфере налогообложения, направлена на то, чтобы предупредить неисполнение налогоплательщикам своих обязательств. И она не направлена на то, чтобы сразу наказывать налогоплательщиков. Потому что неуплата может произойти по различным причинам, и мы это, в общем-то, понимаем. Но, несмотря на это, для тех платильщиков, которые, в общем, не исполняют свои обязательства, грозит ряд неприятных последствий. Межрайонная и ФНС России номер 17 по Самарской области на данный момент работает с 35 тысячами граждан по транспортному налогу. Более чем 60 тысячам начислен налог на землю и более 40 тысяч наших земляков должны внести налог на имущество. За неуплату налогов в срок до 2 декабря обязательно будет начислена пеня. Так, за каждую неуплаченную тысячу рублей должны получат около сотню рублей пени в год. Можно посчитать, прикинуть, какая сумма сформируется, если налогоплательщик, скажем, не уплатил 5 тысяч. То есть это уже достаточно ощутимая для физических лиц сумма. Поэтому платить налоги, конечно, нужно вовремя, до наступления срока уплаты. Это обязательно. За нарушение срока оплаты налога положен еще и штраф в размере 20% от неуплаченной суммы. Он увеличивается в два раза, если неуплата умышленная. Причем в некоторых случаях декларировать доходы нужно самим гражданам. Например, подать сведения необходимо при продаже недвижимости или автомобиля, которыми гражданин владел менее трех лет, и сумма продажи которого превысила сумму покупки. Ну а крайней мерой в работе налоговой службы является процедура банкротства физлица. Предопущены им просрочки более полумиллиона рублей. При этом решением арбитражного суда имущество реализовывается, чтобы погасить долг.